Всем привет! На востоке Северного Кавказа расположена Чечня. Эта Российская Республика известна своими традициями и строгостью законов, в том числе и строгим отношением к женщинам, у которых в почете скромности семья, нежели публика и карьера. Однако и в Чечне есть женщины, отважившиеся выйти за рамки вековых устоев. Благодаря этим моделям, телеведущим, актрисам и блогерам мы можем наслаждаться красотой девушек тех краев. В этом видео три удивительно красивые чеченские девушки, заслуживающие внимания. Итак, Зарима Ирзаханова, начинающая, но очень талантливая чеченская певица с аудиторией около 100 тысяч человек. Ее песни посвящены любви, патриотизму, разлуке и прочим до боли знакомым всем нам человеческим чувствам. С детства Зарима занималась музыкой, а когда подросла, стала певицей. Недавно она исполнила песню Happy New Year группы ABBA, чем прославилась за границами не только республики, но и страны. Мака Сагаипова. Народная артистка Чечни, певица, танцовщица и модель. Родилась семья музыканта, поэтому с ранних лет была окружена музыкой. Впервые вышла на сцену в 6 лет, исполняя народные песни. Первая слава пришла к Маке в 15 лет, когда та записала свою первую композицию. В 2003-м девушка выпустила свой первый композиционный альбом, после которого ее популярность возросла в разы. Мака стала выступать на сценах и часто давать концерты. Девушка выступала не только в Чечне, но и в Дагестане, в других городах России и Бельгии. Кстати говоря, там она очень полюбилась публике. Илона Бесултанова. Детство девушка провела в Москве из-за напряженной обстановки в Грозном. Однако со столицей у нее связаны только теплые воспоминания. С юных лет Илона любила рисовать и наряжать кукол. Некоторое время хотела стать ветеринаром, а в 17 лет с головой укунулась в модельный бизнес. Отец-бизнесмен во всем поддерживал начинание дочери. И в итоге Илона стала успешной моделью, лицом Чечни и основательницей своего ателье. Будучи ученицей 11 класса, девушка уже основала студию пошива религиозной одежды. В 2015 девушка утвердилась как модель, прорекламировав хиджабы от дочи Габбана. Однако была осуждена родной стороной за то, что ее фотографии опубликовал Стефан Габбана, известный своей нетрадиционной ориентацией. Несмотря на все осуждения и гневные комментарии под постами, девушка быстро и верно идет к своей цели, набирая аудиторию. На данный момент за ее аккаунтом в инстаграм следит почти 200 тысяч подписчиков. Ну а на этом у меня все. Кому понравилось, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы всегда знать о новом выпуске «Видео с красотками». Всем пока!